Вчера Союз Медсестер Эстонии провел конференцию под названием «Здоровье как право человека». И случилось это по случаю 95-й годовщины Союза. О том, как живется и работает в Эстонии медсестры, мы и с какими проблемами они сталкиваются, какие вопросы компетентные решать, поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это семейная медсестра Северо-Эстонской региональной больницы Ирина Тохус, которая вчера получила титул «Сестра года», и медсестра Таллиннской детской больницы Марина Королева. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Ну вот считается, что медсестры, в том числе медбратья, это большая часть персонала больницы, но по международным стандартам три медсестры должно быть на одного врача. Нам еще далеко до таких стандартов? Ну да, в принципе далеко, да. И как это сказывается на всей системе здравоохранения в целом? Ну нагрузка у медсестер просто больше. То есть если у нас на одного врача не три сестры, а, допустим, одна с половиной, то это и говорит о том, что у сестры больше нагрузка, то есть она имеет больше пациентов. А сколько среди наших медсестер, медбратьев, если так можно сказать? Ну примерно. Статистику не знаем, но все-таки есть, и уже популярнее, более популярнее уже. То есть мужчины, юноши приходят учиться на медбратьев, да? Да, их не устраивает название нашей профессии, потому что по-английски название профессии звучит по-другому, то есть оно такого неопределенного рода. А у нас сестра, это все-таки, ну, к мужскому полу немножко не имеет отношения. Не имеет отношения. Но все-таки уже входит в обращение медбрата или нет такого официального обращения к нему? Официального нету, но пациенты все-таки говорят брат. Ирина, вы получили титул «Сестра года». Это, наверное, такое профессиональное призвание, да? Да. Поздравляю вас с этим, разумеется. А во-вторых, расскажите, а какой должна быть хорошая сестра, чтобы стать сестрой года? Ну, призвание я бы не получила, как бы все-таки призвание решила комиссия, и у нас специальные критерии для этого есть. И сестра, естественно, должна быть добрая, хорошая. Эмпатия должна быть у нее добросовестная, умная, конечно. Ну, а действительно медсестры общаются все-таки с пациентами чаще и больше, чем врачи? То есть вы вынуждены действительно общаться на человеческом уровне, что ли, да? Иногда утешить человека. Если работаете с детьми, то сказку почитать может быть. Да, даже сказку почитать, если надо. Руку подержать и приласкать, и утошить. Медсестры, они тоже имеют какую-то свою спецификацию? То есть вы, например, Марина, медсестра инфекционного контроля, да? Это значит, вот ваша сфера, это именно инфекционный контроль, в другие вы не суетесь, так сказать. Или тут может быть более широкий профиль? Как это работает? Ну, сестра инфекционного контроля, она вообще занимается всеми отделениями больницы, потому что она следит за порядком, следит за гигиеной. И в мои обязанности входят именно проверять все отделения больницы, и следить, подсказывать, если что-то делают неправильно, то обучать, и чтобы все было в порядке. Ну, если говорить, например, о хирургической медсестре, да, Ирина, то вот там тоже нужно иметь определенную квалификацию, спецификацию, то есть иметь очень многие вещи, которые, может быть, не кажутся такими легкими. Вот что вы отметите? Ну, в хирургии работать трудно в этом смысле, что там все-таки больные иногда очень тяжелые, и заболеваниям рака, и бывают, да, пациенты, у кого даже, как бы, раны такие, что все сестры не могут этим заниматься. Ну, я работаю и семейной сестрой, поэтому я могу сказать, что мои, скажем, профессиональные умелости хирургии очень хорошо, как бы, помогли в работе семейной сестры, потому что без этого я бы не знаю, как бы я иногда перевязки делала, если я не знала бы, как эти раны перевязывать, или опыт, конечно, тоже имеет очень многое значение. Тут, наверное, и человеческие качества тоже важны, потому что мы, например, слышали, что в детской больнице медсестры и косички заплетают девочкам, и сказку им могут рассказать. То есть какие-то основы психологии, а не просто азы-азов, да? Да, естественно. И, понимаете, когда ребенок лежит с родителями, ну, с мамой, допустим, да, то ему намного проще и легче, возможно, переносить, ну, пребывание в больнице, да. А бывает так, что родители, ну, либо их нету, либо они не могут быть вместе с ребенком. И тогда и косички, и сказки, и чистить зубы, и проводить какие-то, ну, там, обычные домашние процедуры, это все входит именно в обязанность сестер и помощниц сестры, да. То есть это нормально. А что послужило мотивацией для того, чтобы вы решили, что хотите стать медсестрой, поступить в медучилище, отучиться там? Некоторые считают, что вот на врача пойти учиться, это очень престижно, а вот медсестра вроде как рангом пониже. Но, естественно, что это не так. Ну, у врача и у сестры разные цели. То есть врач, он лечит болезни, он разговаривает с пациентами именно о болезнях. А сестра – это человек, который не лечит болезни, а который ухаживает за пациентом. И уход за пациентом несет в себе и проблемы пациента каждодневные в его быту, в жизни. То есть если, допустим, дома у человека осталась собака, который, ну, живет одинокий человек, у него осталась дома собака, для него это, когда он находится в больнице, это большая проблема. И даже вот такие проблемы, ну, каким-то образом необходимо решить. А можно ли сказать, что медсестра обладает какими-то навыками и умениями, которыми врач не владеет? Я думаю, в некоторой степени есть. У нас, наверное, больше терпения, я думаю. Терпение и, понимаете, сестра собирает вокруг пациента группу людей, мультидисциплинарную группу, которая занимается пациентом. Потому что с пациентом занимаются не только врач и сестра. Медсестра, социальный работник, психолог, допустим, физиотерапевты, все другие люди. И если медсестра видит необходимость присутствия этих специалистов, то она приглашает. Ну что ж, поздравляем еще раз всех медсестер, поздравляем Эстонский союз с 95-летием, Ирину Токс поздравляем с получением титула «Сестра года», а также в гостях у нас была медсестра Марина Королева из Сталинской детской больницы. Спасибо вам большое. Спасибо, и за вашу работу тоже.